Итак, вторая серия, вторая часть вопросов о законах, вообще о правосудии. Итак, значит, что я сейчас делаю здесь в Америке? Опять-таки, это не потому, что я такая хапуга, хабалка, или кто-то хочет на ровном месте заработать денег. Нет, ничего подобного. Я просто вижу пробелы в законе, хотя даже не то, что пробелы в законе, я, собственно, даже закон от этого глаза еще не видела. Но, коль это до сих пор действует, коль себя так ведут предприятия люди, значит, имеется в виду, что пока в законе какой-то есть пробел. А закон, я еще, кстати, еще раз смотрю, я его еще пока не знаю. Я его еще не прочитала. Я даже еще его, я написала во многие инстанции, я написала одинаковое обращение, одинаковые письма, направила, опять-таки, по многим, по многим. Я написала генеральному прокурору. Надо всегда, если хотите чего-то добиться, надо писать. Надо начинать с президента. Чем выше, чем, и опять-таки, гарантированно, чем выше вы обратитесь, тем более, скорее, помощь получите. Потому что, чем выше, тем они, ну, я не знаю, как здесь в Америке, честно не знаю, но там вот в Украине, чем выше я обращалась, тем более дубовые, тем более дубовые ответы я получала. Из этих дубовых уже ответов я выкручивала все, что мне надо было. Ну, какой-то такой легкий небольшой аферизм. Надо быть чуть-чуть аферистом, но не в том смысле, что прям аферистом, но какой-то элемент, элемент аферизма должен быть, иначе, иначе, иначе ничего не получится. Так вот, начну с того, что я сейчас уже говорила. Меня немножко, не немножко, меня всегда травмирует ситуация, когда я гражданка Америки, свободный человек, живущая по Конституции Америки, в которой в Конституции написано, не в законе, а в самой Конституции написано, а Конституция это закон прямого действия. Там написано, что все граждане имеют право на... Короче говоря, тут свобода слова провозглашена, волеизъявление и свобода... Сейчас, 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 сейчас. Сейчас мне надо свернуть, а то я заболтаюсь и никуда заеду. Сейчас поеду, это самая красивая улица в Натисе, в Орландо. Одна из самых красивых улиц. Я уже снимала ее. Значит, свобода самовыражения. Это тоже написано в Конституции. Так вот, моя свобода выражения. Самовыражение. Кто как себя выражает? Кто себя выражает? Танцует, балет. Кто там, я не знаю, становится там супербаскетболистом? Кто чем? Кто рисует, кто поет? Давай, 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 езжай. Вот так, все, пропустила, поехала. Потому что я остановилась, потому что это маленькая улочка, узенькая. Вот это церковь большая. Тут в основном католики. Тут в основном католические церкви. Так вот, моя свобода в самовыражении, ну как вот, допустим, я себя понимаю, это делать фотографии, делать видео. Это мое самовыражение, можно так сказать. То есть можно это так преподнести. Хотя на самом деле я просто делаю видео, просто делаю фотографии. Но я могу это преподнести, что это мое самовыражение, вот таким вот образом. Так вот, что я хочу сказать. Если в Конституции четко обозначено, что каждый человек имеет свободу там, то есть, что... Вот опять набрала. Так ли там написано? Тысячу раз читала. Но опять что-то у меня там не склеилось. Ну ладно, в итоге в Конституции точно есть фраза о том, что свобода самовыражения. Ну как свобода слова и все это прочее. Это Хофнер-Авенюк. Красивая такая дорожка. Вот эта дорога идет посредине большого озера. Вот с двух сторон, с той и с другой стороны, дома смотрят на озеро. Так вот, я прихожу в магазины, в тот же паблик. Там ко мне подходит, ой, hi, can I help you? Ну типа, могу ли я тебе помочь, но это имеется в виду, что, ну, а что ты вообще делаешь? Я говорю, я снимаю, а у нас запрещено снимать. А почему запрещено снимать? Ну и как бы, ну мне становится неприятно, во всяком случае. Мне приходится прерываться, и мне становится стыдно, что как будто я нарушила чей-то закон, либо я у кого-то там что-то украла. То же самое происходит в Home Depot. То же самое происходит в каких-то других магазинах. Хотя есть некоторые магазины, в которых можно снимать, вообще вопросов нет. Никто слова не скажет. Я два раза была в аэропорту у нас в Орландо, я снимала специально, заходила в такие места, я прям подходила к полицейским. Никто меня ни разу не остановил. То есть, если мне разрешают снимать абсолютно все в аэропорту, то извините, ну, я имею в виду там, где люди находятся, где позволено быть людям. То почему, извините, я не могу снять Home Depot, что-то, какие там секреты? Если ваши секреты такие, так закройте ваш магазин и вообще не работайте в таком случае. Ну, это я уже хамлю. Это я уже хамлю, конечно, бывает иногда. Иногда такой взрыв, такой чисто советский бывает внутри. Ну, да был кипал. Ну, вот я долго-долго думала, ходила, чесала себе реку, думаю, то что, собственно, а что я сижу, это, заняту свою грею, ничего не делаю? А что бы не начать вот это вот, как бы, рехлетование и не начать, как бы такую небольшую кампанию против запрета съемок в общественном месте? Это общественные места. Магазины, аэропорты, это все общественные места, поэтому будьте любезны. Я стала искать закон об общественных местах, все это прочее, но я ничего не нашла, потому что тут, вот наше законодательство, украинское, русское, например, там есть отдельные законы, конкретно, вот есть конституция и есть законы. Закон о том-то, о том-то, о том-то. Тут, насколько я поняла, вот нет конкретно, допустим, закона о собственности, закона там о предприятиях, закона там о чем-то, закона там еще о чем-то. Тут, я не знаю, тут Флорида, Флорида-Стечу, там такой-то, какой-то там свод, тут то ли свод законов, но я так до сих пор не разобралась. Честно говоря, особенно я не пыталась разобрать. Я думала, зачем оно мне надо? Но в итоге, в итоге, думаю, что я себе это опять ломаю голову, оно мне надо. Что я ищу этот закон? Я себя поймала на том, что я делаю ненужную работу. Я просто-напросто для того, чтобы узнать, есть ли такой закон, не надо ничего спрашивать, не надо искать в интернете. Надо просто написать коротенькое-коротенькое письмо. Там хай, там тра-ля-ля, скажите мне, пожалуйста, существует ли такой закон, название, допустим, пабликс, и вообще, где я могу его найти. И опять-таки я отправляю это письмо в местную мэрию, я опять же говорю, в губернатору, генеральному прокурору. Мне нравится писать туда, на мэрию. И параллельно я начинаю бомбить хом-гипу. Я пока не трогаю. Я пока не трогаю пабликс, который мне тоже запрещал снимать. Это потом. Ну, надо тоже начать, кстати, может быть, сегодня начнем. Да мне с этим видео не всегда некогда. Я пока его переделаю, перекручу, подрежу, отредактирую. Это все очень долго пока. Ну, ладно, не буду жаловаться. Жизнь прекрасная и удивительная. Значит, я написала такой запрос в хом-гипу через интернет. Я выхожу на сайт, ну, понятно дело, как это делается. Я выхожу на сайт, по имейлу отправляю запрос. Пишу там, здравствуйте, такого-то числа я пришла в ваш магазин, там находится там-то-там-то, и мне запретили снимать. Я спросила, почему мне запретили, подошел менеджер и сказал, что, извините, запрещено. И я спросила, каким законом вы руководствуете, запрещаем людям снимать. Это был первый вопрос. Мне написали ответ, да. У нас есть, я получила ответ, у нас внутри нашего хом-гипу, вот этой большой организации, значит, есть установка о том, что, значит, в наших магазинах съемка запрещена, извините. Я на вас не работаю. Я так себе. Я-то на вас, мне-то то, что вы там у себя внутри ваши там какие-то, какие-то инструкции пишете, они меня совершенно не касаются, потому что я о вас не работаю. Я им второй ответ, второй вопрос посылаю на основании этого же первого. Я продолжаю это же письмо. Я пишу, хорошо, если мне запрещено снимать в ваших магазинах, я прошу вас установить при входе большой плакат, съемка запрещена. Я отправила письмо, пока ответа не получила. И так далее, и так далее. То есть я с ними веду диалог потихонечку. Они мне отвечают что-то, я им вопросик, я им вопросик, я им вопросик, я им вопросик. Или совсем какой-то другой вопросик, или продолжение того же письма, или новый как бы вопрос, совершенно другой. Там никто не будет знать, я ли это пишу или не я. Не важно. Но факт то, что собирается какая-то информация очень медленно, они отвечают очень быстро, я просто очень медленно. А мне, то мне, ой, какая машинка красивая, то мне спать хочется, то мне есть хочется, то мне, ой, какая красивая, желтая машинка, прелесть какая. Ай, какая сказка, давай. Я хочу, чтобы он проехал. Ах, елки-палки, мне надо ехать. Ладно. Вот так вот. И поэтому, я, наверное, сумбурно все получилось, но кому интересно, кто занимается законами, тот меня поймет. Тот меня поймет, и я надеюсь, что я просто многим облегчу задачу вот тем, что я сейчас рассказала. Потому что действительно, для того, чтобы докопаться до истины, совершенно не надо брать лопату и копать, искать там, не спать ночами, перерывать весь интернет, совершенно этого не надо. Просто направил два-три запроса в такие, как бы, ну, в такие организации, которые, как бы, обязаны дать запрос. Опять же, когда я посылала письмо губернатору по поводу наших налогов, на телефон я там рассказывала, губернатор переслал это письмо в налоговую местную инспекцию, в налоговый департмент, и они уже прислали мне ответ. Потом я отправила это же письмо генеральному прокурору. Он отправил это письмо губернатору. А еще раз! И когда губернатор получает уже мой запрос от генерального прокурора, там уже человек, который там сидит, он уже, как бы, он уже начинает немножко, как бы, это, то есть, ну, это не просто я письмо прислала, ему прислал уже генеральный прокурор. Одно дело, когда я сама пришла, другое дело, когда за спиной стоит прокурор. Это, конечно, очень весело получается. И там уже отношение, конечно, немножко совершенно другое. То есть на этот вопрос, то есть, его, опять же, переслали в налоговую, в налоговую, как бы, инспекцию, но там уже была дописочка, что просим очень сильно разобраться и ответить конкретно на каждый вопрос. И в итоге у меня... Ну, ну, я дальше не пошла. Я дальше не пошла, потому что, ну, человек, ленивая. Надо вот, надо собраться и начать это. У меня очень много наработок вот таких вот, но я до конца их не довела. Некогда-некогда. Вот симаранчик мой любимый. Так что работаем. Ну, все. Я надеюсь, что... Что-то понятно получилось. Из того, что я рассказала. Вон, какие облака. Как раз приеду домой, сейчас начнется дождь. Это я уже на Голден Руд. Вот еще тут, вот он, Хофнер. Это авеню, Хофнер Руд, по которой я ехала. Красивая дорожка. Вот еще один торговый центр недалеко от нашего дома. С Улей. С Улей тут рядышком едет. Все. До свидания. Буду держать в пульсе, что там получается.